Всем привет и спасибо, что присоединились к просмотру. Сегодня меняем масло в коробке. Машина девятого года, на ней 60 тысяч километров. И это будет первая замена масла в трансмиссии. Итак, поехали. Купил 12 литров, 3 канистры по 4 оригинального Вольво масла. Также купил 2 уплотнительных кольца. Я позже покажу, куда они идут. Номера запчастей, вы можете сделать паузу и рассмотреть. И дополнительно в описании видео я добавлю текст, если что-то я забыл рассказать вам здесь. Так что посмотрите в описании для дополнительной информации. Метод буду использовать слил-залил. Это будет самый простой метод, который легко выполнить. Также вам понадобится вайда дайс, чтобы правильно выставить уровень масла, без него никуда. 17 миллиметров хекс для сливной пробки, измерительные кувшинчики, вот такие стеклянные сайки, куда сливать масло и различные головки. Итак, приступим. Для начала нужно снять защиту двигателя. Также, чтобы был лучший доступ к заливной пробке, надо вытащить корпус воздушного фильтра. Ослабляю хомут, отсоединяю вот этот пластиковый патрубок, строго на себя вверх тяну корпус и отсоединяю фишку разъем с датчика расхода воздуха. Отверточкой снимаю провод и он вытаскивается с машины. Итак, вот тот воздушный патрубок, та фишка с датчика, хомут, который я ослабил и защелка, которая держит провод. Теперь доступ намного лучше к заливной пробке. Отсюда будем доливать масло в коробку. Это пробка по торкс на 55 через удлинитель и довольно-таки большой рычаг. Сначала я хочу проверить, что она у меня откручивается. То есть, перед тем, как слить масло, я хочу убедиться, что я смогу открутить эту пробку. Отлично! Можно продолжать работу. Теперь я вам покажу, откуда сливается масло. Значит, снизу на коробке есть вот такая пробка. Она комбинированная, состоит из двух частей. Маленькая под торк 40 и под 17 шестигранник. Откручиваем маленькую пробочку. Это та пробка, которая выставляет уровень в коробке. Подставляем поддон и масло потекло. Откручиваем заливную пробку, чтобы масло лучше стекало. И вот это кольцо я не покупал. Я решил его еще раз использовать. Значит, шестигранник на 17. Откручиваем теперь сливную пробку. Там еще много масла. Обратите внимание, что масло для девятого года из 60 тысяч километров довольно-таки в хорошем состоянии. И цвет у него хороший, и гарью оно не пахнет. И чуть позже мы замерим, сколько слилось. Теперь я хотел объяснить, какие прокладки я докупил. Значит, вот она, маленькая пробочка, которая выставляет уровень на торкс на 40. И вот это вот кольцо новое я прикупил. И сама сливная пробка, вот такая трубочка под шестигранник на 17. Вот это алюминиевое кольцо. Я тоже купил новое. Хотел продемонстрировать, как выглядит вся эта пробка с трубочкой в коробке. Значит, представьте себе, что это масло в коробке. Как правильно выставить уровень? Заводим мотор, нагреваем масло в коробке от 50 до 60 градусов. На заведенном моторе откручиваем маленькую сливную пробку под торкс на 40, и лишнее масло сольется. И закручиваем пробку. Это будет правильный уровень масла в коробке. И если вы зальете больше, чем надо масла, то оно обязательно лишнее вытечет до правильного уровня. Надеюсь, это было познавательно. Продолжим. Для сравнения я сливаю то масло, которое было в коробке еще с завода в бутылочку, чтобы было видно разницу позже. И меряем. Значит, слил 2 плюс 1. Итого вышло 3 литра с копейками слилась в коробке. Теперь закручиваю пробку. Не надо закручивать ключами, просто пальцами. Плотненько все это надо закрутить. И заливаем первые 4 литра. Теперь мы слили 3 с копейками, заливаем 4. Ничего страшного не будет. Мы в конце все равно выставим правильный уровень. Значит, первые 4 литра залили, закрутили вручную пробку заливную. И важно подключить обратно воздушный фильтр, затянуть хомут и подключить фишку на датчик. Потому что мы сейчас будем заводить мотор. Но доступ нам до сих пор нужен к заливной пробке. Наша цель теперь размешать масло. Заводим мотор и по 10 секунд на каждой передаче надо подержать. Здесь я просто вам демонстрирую, что нужно по 10 секунд на каждой передаче. То есть 10 на нейтральной, 10 на драйв и в обратном порядке. 10 на нейтраль, 10 на реверс, 10 секунд на паркинг. После этого мы глушим мотор и сливаем опять масло. Вот такая вот процедура. Мотор глушим и так как мы пробку не затягивали, вручную ее откручиваем и сливаем все это масло. И оно уже стало чище. Для пробы опять же сливаем в маленькую, в прозрачную бутылку, чтобы было что сравнить позже. И повторяем процедуру. Закрутили сливную пробку, залили вторые 4 литра. Закрутили заливную пробку. Опять заводим машину по 10 секунд на каждой передаче. Масло перемешивается, смешивается. После этого глушим машину и опять сливаем масло. Масло стало еще чище. Здесь я ускорил съемку. Дайте, не спешите. Пусть масло хорошенько стечет, пока оно не начнет капать. Опять же сливаем это масло и для сравнения позже еще раз сливаем в чистую, прозрачную бутылку. Значит, это последняя канистра 4 литра. Пока мы ее не вылили, я решил слить для сравнения в бутылку. Теперь настало время использовать новое оплатительное кольцо на сливную пробку. Старое выкидываем, устанавливаем новое и теперь мы уже затягиваем его как положено, так как мы больше откручивать ее не будем. Значит, динаметрическим ключом на 35 ньютонометров ее нужно затянуть. На маленькой пробке пока что кольцо не меняем и не затягиваем, так как нам еще предстоит установить уровень правильный. Заливаем последние 4 литра. Опять же, повторяем всю процедуру, закручиваем заливную пробку. на этот раз уже затягиваем ее хорошенько, так как мы ее больше уже откручивать не будем. В обратном порядке устанавливаем корпус воздушного фильтра. заводим машину, подключаем WIDA DICE. Теперь нам надо найти TCM Transmission Control Module в программе и нам нужно отобразить температуру масла в коробке. Мы должны теперь за ней следить. Наша цель теперь это нагреть масло в коробке до 50 градусов минимум, до максимум 60. То есть коробка должна быть от 50 до 60 градусов, чтобы выставить правильный уровень. Через OBD подключается DICE, потом он подключается к компьютеру, на котором стоит WIDA, то есть программа софтвер по диагностике Volvo. Итак, вот он параметр трансмиссии, то есть температуры. Я здесь видео ускорил, тут взяло нам минут 20. Мы ждем, пока оно дойдет до 50 градусов. Итак, масло в коробке нагрелось уже до 50 градусов. Теперь мы открутим маленькую пробку уровня. Масло лишнее вытечет. И пока масло будет стекать, я установлю новое уплотнительное кольцо. И опять хочу повториться, что будет происходить. То есть вот оно масло, там его много сейчас. Так как мы заливали каждый раз больше, мы теперь откручиваем маленькую пробку, пробку уровня. Лишнее масло сольется, это то, что произойдет сейчас с уровнем масла в коробке. И это будет выставлен правильный уровень масла в коробке. Забыл добавить, что машина должна стоять ровно. Мотор до сих пор работает. Откручиваю пробку уровня и улавливаю лишнее масло. И ждем до тех пор, пока оно не перестанет сильно утечь. льется. Жень, дай на всякий случай еще одну. Что-то льется так. Оно сейчас резко прекратится. Все. Ясно видишь. У меня резинку. Стать ее на пол. Пока стекает масло, устанавливаю новое уплатительное кольцо на пробку уровня. Масло уже еле вытекает. Теперь закручиваем уже окончательно пробку. Плотненько, аккуратненько его затягиваем. Пока мы сливали лишнее масло, температура в коробке достигла 53 градуса, что в общем нормально. У нас температура должна быть от 50 до 60, чтобы слить масло. Теперь очиститель тормозов. Очищаю все потеки масла, чтобы позже было видно, если что-то протекает где-то. Теперь нужно аннулировать счетчик окисления масла в коробке. Значит, этот счетчик, он собирает информацию, сколько раз коробка перегревалась, и в определенный момент он просто тебе высветит, что пришло время заменить масло в коробке. Когда меняем масло, его нужно аннулировать, чтобы оно начало подсчет с нуля. Адаптацию мы решили не аннулировать. Итак, пытаемся его сбросить, и Operation Fail, то есть не получилось. А почему? Потому что мотор работает. По инструкции должно быть зажигание в позиции 2, мотор выключен, и только тогда он даст вам аннулировать счетчик окисления масла. Итак, мотор заглушили, повторяем, и ура! Все, счетчик сброшен на ноль. Это, впрочем, завершает замену масла в трансмиссии. Давайте теперь посмотрим и сравним то масло, которое мы сливали в процессе замены. Мы посмотрим на все бутылочки, которые у нас есть. последняя бутылка мы заливаем это то масло, которое мы слили лишнее, когда мы выставляли уровень вот только что. Значит, на кухонную бумагу я сливаю, чтобы было лучше видно цвет. Итак, давайте посмотрим. Значит, справа налево первый слив это то масло, которое было в коробке завода, я его ни разу не менял. Мы его слили, залили первую канистру, помешали и слили. Это второй слив. Опять залили, слили, третий слив, это после второй канистры и третья канистра мы замешали, это уже будет level drain, когда мы выставляли уровень. И самое последнее пятно это новое масло с коробки, с канистры. Теперь посмотрим на свет, как оно выглядит. использовал 12 литров. Начнем с первой бутылки, это оригинальный слив, это то масло, которое было в коробке с завода, вот такого оно цвета, темно-фиолетовое, на бумаге выглядит даже ближе к серому. После первой канистры мы помешали и слили, оно стало более красное. После второй канистры масло стало еще более красное. И после третьей канистры, это то масло, которое мы слили при выставлении уровня, оно вообще стало красное, но до сих пор темноватое. Давайте сравним с новым маслом, которое я вылил прямо из канистры. Возьмем новое масло и возьмем то масло, которое сейчас у меня в коробке после трех канистр. В общем, по цвету оно одинаковое, конечно, оно все равно осталось еще темноватое, потому что это не стопроцентная замена, но очень близка. И можно глянуть на то масло, которое было в коробке спустя 60 тысяч и новое масло с канистры. Разница очевидна. Надеюсь, вам это видео понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Следующее видео я готовлю для вас. вентилятор печки, как я его менял. Так что следите. До скорых встреч. Пока-пока.